подъедь 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 сейчас подонка все слышь катя хватай хватай подонка хватай хватай ох ты дрянь хоть бы шо жрет помойку не стесняется это пищевая продажная он сейчас придет обратно и я могу еще раз попробовать смотрите друзья тут розчавлено бомбами примещение и молоденькая женщина уже малюет гарни квити чтобы прикрасить эти руины и поселить сюда трое трешечки нового красивого життя а друзья приехали в ирпень и приехали в катину университет здесь катя провела свои лучшие годы жизни здесь она училась здесь проводилась время как бы катин досуг я приезжал из киева сюда когда катя жила в ирпене до войны как бы здесь красивейший парк был очень хорошие места были шок ну сзади нас находится университет в котором я закончила закончила его диплом бакалавра да и очень странное ощущение я испытываю видя просто что происходило в ирпене в этом городе как мой университет просто в который я ходила проводила здесь дни училась просто его беспощадно уничтожали расстреливали и я не знаю даже как это можно прокомментировать очень больно а у тебя какое образование юридическое бакалавр магистр а шо тут а по инфе орки в оккупа тут засидели у них база была или просто обстреляли мимо просто обстреляли мимо пошли но ну ирпень был оккупирован тут лишь куча мест где ну там дальше чуть за ирпенем в буче есть прямо в центральном парке там этот вы раскопали могилу целую браску это много людей накидали в яму и закопали прям в центральном парке просто хочется сказать жителям это город в котором я жила лет пять это молодой город это город который для меня очень много значит очень хороший тут прям очень перспективный город и просто вот я никогда бы не подумала что этот город столкнется с такой бесчеловечностью жестокостью это просто такие зверства невообразимые я не знаю как ты понимаешь происходило они заходили приезжали из далеких глубинки россии смотрели на всю эту красоту что здесь такая типа это не киев даже это пригород ну сколько 30 метров от киева они видят в области дороги маятки они обалдевали когда залазили в эти хаты что тут такое видят и конечно наш какая-то плазма на стене висит они пытались оторвать плазмы ничего не вышел бюро брали отверткой просто в экран типа короче ну и зим так надкусываю хоть поломаете по испорчу типа ну как это у нас такого нет а у вас есть всего ездили к людям говорят приезжают орки говорят людям у вас газ в селе как это у нас нету это такие у вас не будет и по обрывали людям это просто тяжело человеческий мозг он не воспринимает ему сложно принять вот я не успела до выезда в германию заехать в рпень не успела буквально день здесь был еще комендантский час и сейчас я впервые смотрю на город в котором я жила и я не знаю у меня нет слов за помещение как это было аудитория была была аудитория или кабинет и я точно не помню но это была аудитория или кабинет и кстати посмотрите как там стоят противогазы вон прямо на летничку просто сгорела сейчас невозможно определить что за помещение было просто смотрите пацаны вот это ревун гражданской обороны та сирена которая сегодня регулярно включается по всей украине и в киеве в других городах вот это она так она выглядит это советская конструкция здесь мотор значит там крутится катушка медь это аудио механизмы через которое проходит напряжение и вот это создает звук который идет на десятки километров вот они на каждом районе одинаковые они все плюс-минус одной модели вот такая штучка ну такая каждую ночь по несколько раз дорогие друзья привет я суперсус вы меня все прекрасно знаете а счет этого человека вы тоже прекрасно знаете это big bro и у нас есть небольшое объявление для вас и ребятки 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 делаю начинаю делать поп стомп и возобновляю всю киберспортивную вот эту вот историю всем тем кто любит смотреть кс-гоу информация всем тем кто хочет со мной встретиться я провожу поп стомп на подоле в баре ребро 2 октября буду смотреть counter strike гол финал если про всем тем кто желает присоединиться камон камон ребятки все ко мне на страничку в instagram там есть подробная информация классно потусим я буду проводить эту движуху сделаю битбокс и есть призы разные прикольные эти гаджеты компьютерные то есть для геймеров ребята покушаем возможно я постараюсь прийти туда там он до встречи залетайте поднимаем кибер организации друзья доброе утро или добрый день или добрый вечер мы снова с вами в эфире как вы заметили очень давно кати уже не было у нас видео все по причине того что украине идет война и катя отправилась в эвакуацию в германию но сейчас катя приехала нас повидать проведать как бы погулять сейчас с катей типа делаем небольшой обзор на экскурсии как вы знаете катя жила в эрпине до войны и здесь и мы сейчас разыскали и квартиру мы не могли найти потому что таблички все поддирались дому мы не могли найти адрес потому что город очень сильно извечены очень много чего катя конечно не узнает здесь университет пробили очень сильно много чего поломали но люди по чуть-чуть возвращаются к жизни и вот мы сегодня немножко сказать и покатались показали ей и нашли ее квартиру здесь не было света здесь нету газа мы кое-как там включили свет на щите чтобы хоть как-то лампочку вам показать но все равно слабо лампочки светятся и вещество мало подается в город и катя тебе небольшой сюрприз военные которые мы покупали недавно под роковке передали прямо из базы орков разбитой вот такой сух пай чтобы ты порыгала немного покушала то бишь извини дружба народиц ага смотри дальше что написано смотри мать его тригала что написано глянь рф республика крым 2972 территория промышленного строения прикиньте это такая дружба народов и человечки нарисованы это спецназ это спецназ пацаны который мы дали коптер они развалили русский спецназ а катя это же тот кот которого я эвакуировалась на дима эвакуировал кота который ходил в туалет который сусанин кинул кульок ладно не обещай а потом уберу тебе хорошо я обещаю ты знаешь меня короче ребята сусанин сказал что бы катя порыгала а я значит женка предусмотрительная рогать сегодня не будем я знаю я взяла сегодня таблетки для кишечника хорошие чтобы все нормально переварилось я знаю что это опасная вещь так что я взяла таблетки рогать не буду мы до этого поели пару дней назад американский сухпай кто конфетка кто не видел то видео я хочу сказать вон там посмотрите есть одно видео но я думаю что есть не предел совершенству найти еще круче есть космический мы сегодня с девой подумали а если купить набор именно космической еды поделись с кубиками берите свою еду седайте и будем разом ездить вы свою а мы уже итак поехали русский сухпай русского спецназа саудес 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 смотри саудес фу шо это такое саудес а это салфетка ого смотри не советская резинка жевательная кстати я вчера прочитал в интернете я тебе скинул там короче по поводу это ближе к бомбарю но не успели вставить изделие номер один это противогаз изделие номер два презерватив изделие номер три галоши и короче там до пятиста этих изделий есть в общем но вернемся сейчас пайку я думаю что саудес нам не надо резинку тоже жрать говно 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 по виду я обычно можно тут нагадить я приберу потом ну ты хочешь на стол блин фу шо это шо это говном воня фу шо это не знаю что оно вонючее а покажи что там ну покажи паста что это одна ореховая пахта короче дуже горьким таким шоколадом типа дешевым горьким шоколадом який тупо оно невкусное его даже под водку вина иде спинничечки какие это ну три приема пищи вот такие и хлеб вонючий раз два три фарш сыр сыр кстати противный капец желе и перец фруктовое фруктовое ого такое видение это на завтрак ох 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 это энергия вот нормальная вода сколько сначала войны простояла и вот вторая банка это свой в церкви набирали или это или это котячая и это чтобы цветы поливать все будем будем в ней это еще есть а как раз на троих вот как раз на троих идем нахер сахар нахер сахар друзья что вы поняли это не просто с магазина или мы где-то новой эликсе это взяли это реально пацаны разболели орков и забрали вот это вот пайку мальчий чай самый дешевый катя нагуляла аппетит ну конечно вон та херня полилась кто она сладеньким должно пахнуть 3 это спичка об любую можно зажигать об стол не надо давай я потом вытру давай давай я ничего не не суди строго на нем а ничего видишь это придумал пошла жестко ли мы арчащие спички даже не поджигаются говно собачье и американские помнишь какие были хорошие это все нормально будем кушать я такое не люблю пожалуйста какое ты любишь аккуратненько чина взяли покушали в конце пацаки открыл себе тик ток покуда нас забанили всюду инстаграмы все наши уничтожили то хоть буду в тик токе что-то делать кому интересно записывать вот этот тик ток буду там наваливать их айс и катя энд нет вилл эссен их бин из бинда герой на аппель герой на аппель герой на аппель герой германии живешь чертог не пишешь-ыщущего любви германии люблю своих немцев всем очень сильно благодарно правда что работу в этом завела там это не на 2 не на никого не заводилось ты за в машине мы ехали что ты лишь это вдвоем там завели раба себе на двоих и ему все же надо что все что говорит су-санин нужно делить на 10 на 10 короче в 10 раз меньше рабик маленький такой я все разложила на завтрак подожди 4 прямо пищи получается до полдник завтрак ранний обид пиздний обид и вечеря и полдник полдник это вот энерго джайзер шоб штрихнула собака повесила было копать вот это я разложила значит так берем салфеточку значит чтобы не засраться вот так вот щит берем кафеточку взяли я предлагаю я попробую я мясо не им так что я могу съесть и завтрак попробовать а вы тогда ставьте подогревать оцей обид короче ваши оцени говядины и жиры сало то вы уже там есть и подогревайте с чего начнем я завтрака начну что ты хочешь начать я могу начать с завтрака давай начинаю с завтрака ты выходь ту салфетку нахер слюнявчик а ты поднимешь а ты что мы же в ресторане обыжу тебе так после ежи тебе обыжу печеньку пожалуйста проскорки церковные пожалуйста печеньки взяли все воды нет а ты будешь убирать надо будет убрать здесь катя сусанник будет сегодня убирать тут чтобы вы поняли мы в центре ирпеня находимся катя в окно можно показывать съемку или ты шифруешь эту хату там уже все понятно няма 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 дай сюда я даю тебе сусанин это очень много ездить нормально германии так не дадут а тут дадут ешь пока есть больницей воняет аптекой вкус да дай эту коробку дальше на завтрак у нас еще палочка палочка фруктовая палочка кишечная давай пусни чуть-чуть ну чуть-чуть на с этой стороны я не хочу забери попробуй дрянь это я пластизоль ехать да пластизоль давай дальше поехали кава 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 я люблю кава я люблю я щас вам сразу я сразу скажу чуть-чуть пасть насыпь во рту растворилась не ну кава кстати вот знаешь что такая кава в детстве была я заходил с родителями в магазин какой-то заходил в магазин мама не бей пожалуйста заходил в магазин с родителями хотел конфеток и лимонада а вот там кофе вадим вонючим воняло так сусанин продолжаем ставь подогревачку ой чувствую срачка нам обеспечена я взяла таблетки это минимум срачка мама не свари пожалуйста я так поняла что не сварается мама это были друзья мы пришли покушать мама не свари мама не свари оторви одену сейчас стой секунду на паузу друзья если вы хотите чтобы мы дальше продолжали делать наш контент то поддерживайте нас становитесь спонсором канала супер сус подпишитесь на наш патреон и спасибо всем кто нас поддерживает уже это дает очень большой внос и дает возможность нам продолжать делать контент для вас спасибо большое вместе победим давай мусор куда пускай давай мусор куда пускай да щас сложим я потом поубираю не бойся так все утро да все убираю не беспокойся не беспокойся вот так возьмем так так нет это не чистый морду морду мне все чистенько продолжаем можно продолжать чистенько давай поехали о то есть это как называется химический разогреватель да оно смертит да ничего страшного тут нема в тебе датчиков да откуда тут электричества не было так хорошо короче фу бляху как его воняет фу скажи спирт не горит что за херня а давайте сусаня ну что ты все спички мы сейчас будем голодни да что холодный будем холодным есть оно воняет страшное Оля оно не горит ты видишь спирт нормальный должен сразу это вот законтактировать с огнем и загореться hollow короче все не подожди но мы неmitt Ge Saying оно не хочет гореть ты видишь так снизу поджигая снизу а не сверху так смердит вы plum к типа все дерьмо это короче не загорается даже спички не загорается а воняет на всю хату это но все эти холодные извините чтобы тушенку никогда холодную не ели дымовуха только ничего не поняла если кофе не похоже на кофе а еда похоже на сачок сачок пошел дает я утру потом я не буду чуть-чуть орчатиной пробую давай давай туда если что коробку неприятное такое чувство что мясо с туалетной бумагой помешали запаковали в коробку балуешься краще чем сами дешевые сосиски вот это я не знаю как таким людей можно кормить только не людей можно но мы таким садочку кормил не сказал бы что самая худшая тушенка но не сказал бы что самое лучшее но наше дима всегда за кадром и постоянно ходит облизывается знаете как оператор давай дима ну скажи ну по-моему не самое худшее мясо так скажу тушенка еще такая сносная германия чуть-чуть разбаловала это прослойки просто жира и говна птичьего то это невкусно не хочу такое кушать да ладно я плов попробую плов с говядиной Польма ты мясо не признаешь я мясо не признаю я буду пробовать сыр плавленый что это такое это что упаковка такая или это сыр уже что пошевели пошевели ну я еще не попробовала ну так пробуй я скрекером ох что такое не знаю что за хрень да ну не воняет, оно как будто воду ешь да я мало сено не бывало я больше возьму ты дай мне на печенечку что за херь оно вообще без вкусная, как будто воду ешь Это похоже на какой-то не маргарин, а натуря, маргарин, маргарин, это не сыр, это даже не сырные продукты за тебе, это даже не сырные продукты. Что, дрянь выкидываешь? Да, короче, это маргарин, как будто маргарин лежал на солнце и размяк, и ты просто хаваешь, и даже на языке чувствуется порошок. Блядь, тупо пластилин, а может это пластилин для каких-то технических нужд? Кустанки эти пломбы делать, понял? Короче, это вообще не зачет. Странно, потому что который Котофеевича мы ели, обычный сухпай российский, он еще более-менее сносный был, за исключением сава и паштета. Все остальное можно было есть, как вы помните. Тут же есть, по-моему, можно только покашу тушенку, без всего. И то я бы не ела тушенку. А я бы ела. Поля, выкидай сыр, не ешь его. Не ешь, пожалей мои нервы, понял? Поля, будет плохо. Я просто понимаю, что я больше всего ничего не буду есть. Выкидай, все, давай с ним. Даже собаки такое есть не будут. Под водку пойдет. Фу. А это что у вас? Перец написано. А он с мясом? Нет, это просто перец. Это должно быть нормально. А ну, дай. Нет, резанный с овощами. А ну, открывай. Давай. Очень жирный. А я люблю жирненькая. Короче, ведь такие пальцы тупо прыщи и жир только будут, и все. Да, я люблю. Фу. Но. Но оно просто в жире, я не знаю. Будет. Не могу петок? Да есть, если будет. Это найду. Катя, сиди. Я потом все уберу, не беспокойся. Катя, ты знаешь, что я чистопотный мужчина. Да. Чистопотный? Чистопотный. Да. Да, чуть-чуть я с очком лезни так. Этот савришник. Ну, это чуть-чуть надо было срезать. Короче. Оно гадкое достаточно. Плюс-минус перчик суши. Знаешь, на что перец очень сильно похожий? Не знаю, конечно. Ну, плюс-минус в девяностых, короче, вот такую херню в садике давали. И в школе. Да. Какие-то перебежки. Реально. Мне вот вся еда, даже по запаху, похожа. Чистопа советская. Советская. Даже не советская, перестроечная. 20 лет назад воняло у меня так в садику. О, именно из говна, короче, детям варили гадость. Да, знаешь, кухня такая. Ты поживите, суки. Кухня такая, старая плитка с черными медьми. И тетя сидит в волосах, ковыпается без дыр ног. Живая такая. Что тебе надо? Добавки. Не надо добавки. Едей. Иди отсюда. Я что до дома понесу? Что я мне? Целый день отсюда стоять. Съели, поели, пише. Я блюду. Так. Да дайте пеху. Если вы мясо так и нажрётесь, дайте травы пахавать. Думаю, ты не будешь. Будь здоров, живи богато. Что, плов или мясо птицы? Траву пахавать. Плов, мясо птицы или... Мясо птицы. С овощами и фасалями. Добавь мясо птицы. Можно я открою? Аккуратненько. Вот прям так, чтобы не... Ну, конечно, оно же без жира. Это сейчас аккуратненько. Не то, что я. Мне все самое плохое дали открывать. Ого, так надо силу. Я скажу мужскую. Ой, мне уже что-то страшно становится. Потому что оно... Но выглядит реально... Выглядит совсем не очень. Выглядит, как будто, короче, говно из геморроя. С чаточками коровьями. Ну смотри. Да? У меня в собаке, коли были глисты, я ему дала таблетку. Ага. Ну, а я типа жесткий. И вот он высрав, короче, с мертвыми глистами. Это оно так и выглядит. Бери, Катя, подожди. Как я после этого маю его ест? Я не знаю. Ложечку. Так а вы знаете, что с мяса всегда есть глисты? Ну да. Заодно из-под геморроя. Смотри, геморроя, тупо, вставочки квадратные. Такое чувство, что они не приготовили горох. Не приготовили вообще. Я хаваю траву свою. Ну, такое. Не особо. Знаешь, что страшно? Что вот непонятно, что ты ешь. На, вроде. Вообще непонятно, что ты ешь. Мясо, не мясо. Овощ, не овощ. Какая-то паста, короче. Как будто бы картошку перемолотили, я не знаю, с цвета. С кукурузой. Ну, нарыгали и закрыли. С кукурузой картошку перекрутили. Тепли рыгли. О, тепли рыгли, бабы, по чаю. Катя стихи пишет. Хочешь стихи запустить? Нет, не хочу. Не, серьезно? Она стесняется просто. Ты Катя стихи пишешь? Да. Я писала. А есть что-то? Ну, есть, но она стесняется. Не хочет. Это надо с предысторией. Это именно просто жесткий андеграунд. Так может, СУС прочтет? Ну, я не знаю, Катя мне ститатки читала, я не прочту. Нет, это надо с предыстории. Это я вам расскажу, когда я могу в машине ехать. На. Не для камеры? Не для камеры. Это стихи мои. Это от души просто, понимаешь? Очень. Очень личное. Очень личное. Доброго дня. Меня зовут Катя. И сейчас мы для вас куштуем свинячий суп пайки. Будем облювать, будем помирать. Но мы хотим вам рассказать, какие они вообще на вкус. Смердючие? Гидкие. Очень бридкие. Как сусарен? Я хаваю овощи. Потому что овощи, ну, складно. Их зипсуват, их овощи в масле, типа, ну, нормально заходят. Под водочку нормально. Катя, что омерзительный? Сух пай или сусарен? Сусарен. Не боишься. Сух пай, конечно же. Сусарен не омерзительный. Нет? Так это, чтобы у тебя было проветривалось, да? Да, пожарка. Барон? Ты барон? Тебе настолько... Не, ну, чтобы вы поняли, типа, я не привилетливый. Вы видели ту серию, когда я с Котофеем жрал. И как бы оно мне за две щеки заходило. Я жрал и не плевался. Это вообще невозможно есть. Совсем что-то не то, да? Ну, сейчас попробуешь, я не знаю. Меня оно керосином отдаёт каким-то. Может, её в натуре отравили нам шприцом? Смотри. Да то Жилкин, ну, ладно, это такое дело. Смотри. Солдаты мёртвые. Волосики? Да! Ты шуточка. Фу. Покажи, болеет. Ну, вон волосня. Фу. Вон, смотри, волосня у тебя на пальце. Вот, вон. Ааа, смотри. Ой-ой-ой. Это что это? Это какой-то сосуд, типа, с горловины? Это сосок волосатый чей-то. Смотри, просто кожа. Это просто кожа. Слушай, со свинным волосом. Это тупо кожу. Им кладут в сухопайки кожу, дивите. Рога и копыта. Ааа. Предлагаю быстрее с этим заканчивать и перейти к дегустации твоих таблеток. Это называется фарш ветчина рублёный. Ага. Отчизна рублёная. А из кого? А, ветчина. Ветчина это что? Тупо собачий фар. А ветчина это что? Да, жидкий, дорогой? Ветчина? А. Из кого это? Ветчина, ветчина, ветчина. Гавярия? Не знаю. Ну, такое. И что оно такое, непонятно. Я перчик поела, перчик ничем не испортит. Единственное, что я могу сказать, что вкусное здесь, ну, более-менее сносно кушать, это вот тушенка. Тушенку жалко реально выкидывать. Потому что все-таки мясо, оно хрюковое. Ну, как сказал Катафейн, тушенка, она и в Африке тушенка. Хочу обратить ваше внимание, во-первых, на дизайн. Дизайн упаковки, конечно. Типа, постаралась сделать, чтобы было брутально. Типа, йоу. Типа, давай в чашку поль, чтобы было видно. Все, засыпаем ультрамодный энергетик. Называется концентрат сухой натуральный для напитка, тонизирующего энерговид. Ого. Поехали. Ой. Фу, Боже. Мы даже не смогли каким-то красненьким сделать. Малиновым. А тут есть специй. Фу. А на сколько нам воды надо? Не знаю. Хоть посадь 2. Боже. Чтобы мы не умерли. Это похоже, знаешь, что когда пепельницы на лечной клетке с водой стоят. Изготовитель ЛФ. Нижегородская область. Город Нижний Новгород. Проспект Гагарина. Можно им позвонить. Понимаешь, что самое страшное сейчас это есть? А если у них реально там наркотики подмешан фен какой-то, прикинь. По-любому. Сейчас нахерашимся и сердца постоют. Люди, ёйки. Что-то страшное это. Я не знаю. Как водоросли. Фу. Ну я хочу это попробовать. Срок годности 24 месяца с датой изготовления. Да давай с паночки. Выглядит типа как кофе. Знаешь, как холодный кофе выглядает. Пейте, девочки. Как будто холодный энергетик такой. Какой-то кофе. Знаешь, это как сус-коктейль. Когда знаешь, все напишешь. Пиво, водка, вино, партель. Пиво, да. Типа кофе, энергетик, вода, сок, персиковый. И какая-то еще запилуха с Житомирской области. Но это еще ладно. Это еще ладно. Мне кажется, что у меня кишечник станет. У меня даже после этого станет кишечник. Станет кишечник и будет колот. Пишите в комментариях, станет в зусах кишечник или не станет. Да, такие. Что-то я ожидала. Поверьте. Ну что, ребята, поверьте. С челюсть свело, нет? Ну что, ребята, поверьте. Поверьте. Что, идем воевать? Не знаю. Пошли спать. Для такого пайка не то, что воевать не хочется. Я уже ничего не хочу. Жить не хочется. Ну да, такое. Ну как-то такой... Что ели, что не ели. Что ели, что не ели. Катя, если с рыбой с марамойкой сравнивать, то как? Рыба-марамойка лучше в тысячу раз. Я старался. Рыба-марамойка просто вообще... Это несравнимо. Да нет. Все нормально. Все, забирай. Нас, заберите банку. Давай. Давай. Все. Друзья, жрали прошу раз обычный сухпайок русских солдат. Был более-менее еще сносный. Мне все хвалили, что этот спецназовский типа супер-классный. Вообще, конечно, я очень удивлен. Оно говно вообще говно. Вообще невозможно есть. Я ж не эмоции не подделываю, я говорю, как есть. Либо мне нравится, либо мне не нравится. Полное говно. На говно. Мы идем, как говорил Брежнев. Мы идем все на говно. И куда? На говно. На говно со временем. Извините. Так и твой. Это точно. Это точно. Так что вот так вот, друзья. Сейчас по таблеточке шнем. Сейчас все будет хорошо. Сейчас кишечник у нас там. Да. Алло, да. Алло, да.